О том, как быстро развалить Россию. Страны Запада и их спецслужбы бьются как рыба об лёд, решая проблему, как же всё-таки развалить Россию. Ну, если не развалить, то так ослабить, чтобы не была Россия ни геополитическим конкурентом, ни тем более экономическим. Работают специалисты-психологи, вливаются тонны вечно зелёных денег в поддержку пятой колонны. Работают целые отряды по психологическим диверсиям, и всё впустую. А в чём же загадка? А в том, что не работает у западных аналитиков фантазия. Нет больше полёта мысли, а ведь на самом деле всё очень просто. Не стоит засылать авианосцев в Чёрное море, да и санкции ваши нам только пользу приносят. Да, тяжко поначалу, но зато прекрасно понимаем, кто с кем и за кого. Сразу видно, кто настоящие друзья, а кто просто наши партнёры. А чтобы хотя бы приблизиться к победе над русскими, надо вам русскую классику читать. А теперь читайте и записывайте. Необходимо отменить все санкции, пошлины и визы. Если гражданин России пересекает границу в ваш западный мир, сразу вручайте ему 5000 евро. И это только на мелкие расходы. Полностью разрешить русскому человеку делать всё, что заблагорассудится. Мы должны быть у вас на уровне богов, никак не меньше. Абсолютно каждому гражданину РФ выплачивать годовую дань на содержание. Деньги взять из стран Евросоюза, Соединённых Штатов и остальных Канад и Австралий. Не переживайте. Это куда дешевле содержание пятой колонны, которая сама не прочь подполовинить гранты информационной войны и остальных прелестей свободной демократии. С каждого утюга восхвалять нас, русских, постоянно рассказывать о том, какие мы умные, хорошие и вообще самые лучшие в мире. Всё. Этого хватит. Не пройдёт и десятилетия, как мы сами угробим и сельское хозяйство, и промышленность. Не останется образования, а культура будет лишь в далёких сельских библиотеках. Мы всё забросим. Абсолютно всё. Тогда нас можно брать голыми руками. Просто мы такой народ. Когда у нас всё в порядке, то сносит крышу. И мы всё ломаем. Как пример СССР или империя перед 1917 годом. Но если нас пытаются уничтожить, враги окружают и грозят гибелью, если нас пытаются раздавить, а память о наших предках стереть в порошок, если нашу родину топчет сапог оккупанта, мы выбираем единственно верный путь – сопротивление. И сопротивляясь, мы умнеем, делаем величайшие подвиги, создаём величайшую культуру. И в традициях у нас то, что среднему европейцу приходится вдалбливать, как 10 заповедей. Мы партизанскими отрядами громим лучшие армии мира. А потом наша армия начинает выравнивать всех остальных, приучая европейцев купаться, стирать одежду и по нужде ходить в отхожие места. Мы выходим в космос, совершаем открытия, владеваем прорывными технологиями. И если в странах заката делают только атомную бомбу, то мы ещё и атомные электростанции строим. Мы единственные, кто ходит северным морским путём на единственных в мире толковых ледоколах. Но вам, западным демократам, этого никогда не понять. И слава Богу! Сергей Лебедев, Николай Ахматый, специально для Пикинформ из Новороссии. О том, как быстро развалить Россию.